Девочки, мальчики, всем привет! Меня зовут Женя. Я очень рада, что вы смотрите это видео, потому что это видео очень искреннее, очень светлое. Я делюсь историей из своей жизни. Было много запросов на эту тему, и располагайтесь поудобнее. Давайте начнем! Сказать честно, я совсем не планировала снимать это видео, потому что как-то странно снимать видео про Японию, находясь в Америке. Но так как ко мне недавно приехала посылка из Японии с товарами, с моими любимыми продуктами, я решила сделать не просто обзор на эти товары, но еще и рассказать вам историю своей семьи, почему мы связаны с Японией, почему мои родители живут в Японии, и ответить на часто задаваемые вопросы, почему же я с ними не уехала жить в Японию, почему я осталась в Казахстане, не уехала с родителями. Это часто задаваемые вопросы. Мои родители с моим младшим братом и с моей сестрой уже давным-давно живут в Японии, в префектуре Таяма, город Имидзуши. Небольшой город, там очень тихо, спокойно, и они там очень-очень давно живут. И эту посылку мне доставили тоже из Имидзуши, но не родители, а доставила посылку их подруга, Лара, которая живет в Японии, которая занимается отправкой японских товаров из Японии, продуктов, товаров, косметики, все, что вам нужно, она отправит. Лару я знаю лично, мои родители с ней знакомы, поэтому я ей стопроцентно доверяю, и поэтому я вам ее рекомендую, потому что это проверенный человек. Я знаю, что очень много интернет-магазинов развелось в интернете, где пишут, что товар японский, на самом деле он не японский, а китайский, это страшно, и не хочется нарваться на такое. Поэтому вы постоянно спрашиваете меня, как же заказать из Японии товар, потому что вы знаете, что мои родители живут в Японии, и, соответственно, я должна знать о том, как заказать. Но так как я часто летала в Японию, я сама, в принципе, всегда все покупала, а теперь я давно там не была, и я попросила Лару, чтобы она мне доставила то, что мне необходимо. Давайте быстренько посмотрим же, что в этой коробочке, что мне доставили из Японии. У нее, у Лары свой интернет-магазин A36 Best, и я ссылку на него оставлю под этим видео. У нее есть сайт, у нее есть инстаграм. Это видео с распаковкой я снимала, когда получила посылку, я когда раскрывала, поставила камеру и начала снимать. Но теперь прошло примерно 2 или 3 недели, я всем попользовалась, и сейчас я хочу просто рассказать свое настоящее мнение, искреннее мнение, и я в восторге от каждого продукта. Начнем с расчески. Эта расческа заменила все мои расчески, которые у меня есть в доме. Я не могла поверить. Я думала, что все равно лучше, чем расчески с Ахерп, больше не будет никогда, но нет. Вот эта расческа, она покорила меня и Сару. Волосы расчесывают супер гладко, зубчики настолько длинные, тонкие, и я не знаю, в чем магия, но они прочесывают волосы великолепно. Что Сараны, что мои, у нас всегда с этим большая проблема. Сара кричит на меня, что ей больно, что я специально ей волосы рву, но нет, с этой расческой все прекрасно и замечательно. Расческа и вправду волшебная, обратите на нее обязательно внимание. Теперь я хочу показать вам два коллагена. Я в восторге просто от этих коктейлей. Это коктейли коллагеновые. Первый у меня вот такой розовенький, он с фруктовым вкусом, а зелененький он киви, овощи. В общем, девочки, я не пила никогда в жизни таких вкусных коктейлей. Японцы создают настолько тонкие, настолько нежные ароматы, что даже в эти коктейли они поместили всю свою любовь, и они очень вкусно пахнут, они очень вкусные. И я иногда встаю утром и хочу прям его выпить на голодный желудок. У меня организм прям требует этот коктейль с утра, хотя я пытаюсь заменить им и обед иногда, какие-то приемы пищи, иногда полдник, иногда ужин. Может быть, если я на ночь захочу поесть, я пытаюсь заменить, но почему-то мой организм требует этот коктейль с утра именно. В нем в составе коллаген, очень много минералов, полезных витаминов, антицеллюлитный, вот в зеленой пачечке антицеллюлитный состав. Чай матча. Мы знаем об уникальных свойствах этого чая, и всегда пытаемся найти правильный чай, вкусный чай. Этот чай идет с молочком. Он уже идет в сухом виде молоко, вместе с порошком чая матча, и, мне кажется, даже есть немножко-немножко подсластителя, потому что, когда я разбавляю этот чай с горячей водой, то он становится сразу как бы такого зелено-молочного цвета и с легким-легким, очень тонким, ненасыщенным, сладким таким вкусом. Вообще даже не нужно добавлять дополнительно сахар, потому что его достаточно то, что они сделали. Я сказала подводку от Кейт. У этой подводки необычный дизайн, потому что, видимо, это новая лимитированная коллекция. Эта подводка выполнена в таком красивом флаконе, в какой-то хрустально-черный флакон. Очень женственный и красивый. И сама подводка рисует классно. И вообще, как бы я постоянно на протяжении всего ведения своего канала показывала эту подводку. И капли для глаз. Я, конечно, не могла не заказать капли для глаз, потому что ни одни американские, ни одни европейские капли так не работают на мне, как работают японские капли. И я чувствую действительно результат. Мои глаза очень устают от компьютера. Иногда я просыпаюсь с красными воспаленными глазами. Может быть, какая-то маленькая аллергия. Капли спасают меня и по утрам, и в течение дня. Если я еду долго за рулем, мои глаза устали, высыхают. Я еще посмотрите, какой прекрасный флакон. Вообще, японцы такие милые. Они создали такие капли для глаз, которые напоминают просто флакончик с ароматом. Как будто бы это духи. Вот такой у меня был мини-заказ из Японии. И я надеюсь, вам что-то приглянулось и было интересно. Это, в общем, напоминаю, что все ссылки будут под этим видео. И первый, самый часто задаваемый вопрос, как родители оказались в Японии, как они смогли там остаться. Ведь Япония закрытая страна для всех. Когда только начали возить праворульки в Казахстан, праворульки в Россию, и мой папа был один из первых людей, кто ходил на пароходе в Японию, кто наладил этот бизнес, эту поставку машин, в основном БУ машин из Японии в Россию, Казахстан и в другие страны СНГ. Но в основном это была Россия и Казахстан, потому что правый руль тогда можно было возить. И начиналось все, конечно, с малого, потому что денег было немного, был какой-то первоначальный взнос. Я помню, что все это по чуть-чуть, по чуть-чуть делалось. Мы тогда даже еще жили в России, переехали в Россию. И папа ходил в моря из России. Мы тогда жили в Советской гавани. Может быть, кто-то знает поселок Лососина. Это возле Хабаровского края. И папа ходил на пароходе в Японию. Мы ждали с мамой его дома. Жили возле Хабаровска, в очень маленьком поселке. Если честно, я с ужасом вспоминаю ту школу, в которой я училась, потому что там учились очень странные девочки, которые меня обижали. Но это другая история. Уже потом, когда у папы более-менее бизнес наладился, мы переехали в Украину. Мы жили в Украине, возле маминых родственников очень долго. А затем у нас родился Карим. Ну, моя мама с папой, мой младший брат Карим. И мы жили в Украине. Потом мы переехали в Казахстан. Стали жить в Казахстане. И затем в Казахстане родилась уже София. Папа часто не было дома. Примерно три месяца он был в Японии, месяц дома. Три месяца в Японии, месяц дома. Так как визу не могли дать надолго, и папе приходилось выезжать, потому что визу давали максимум на три месяца. Папе приходилось выезжать, хотя у него фирма. Потом снова возвращаться. И так постоянно, пока виза не закончилась, потом уже, когда он стал регулярно это делать, ему стали продлевать на год эту визу. Но это все было тоже не сразу, может быть, через пять лет. Но это все так долго. Потому что Япония, да, действительно закрытая страна. Потом они решили с японцами разойтись. И у папы осталась своя фирма. Он взял ее себе. А японцы уже начали заниматься чем-то другим. И, в общем, все разбежались. Вообще нам очень хорошо жилось в Казахстане. Мы жили не в городе, не в центре. Мы жили тоже в поселке. Может быть, кто-то из вас знает. Каскелен. Возле Каскелена кис. В общем, где-то там. И затем я поступила в университет. В Иньяс у нас уже в городе. Я стала ездить туда-сюда на машине. Ну, соответственно, папа потом увидел смысл перевезти всех в Японию. Потому что дети стали взрослеть. И он понял, особенно после рождения младшей дочки, что нужно переезжать. Потому что он уже увидел жизнь японскую изнутри. Ему хотелось показать всем нам Японию и перевезти. Что потом и произошло. Как бы все собрались и дружно переехали в Японию. Хотя Карим уже тогда учился во втором, по-моему, или даже в третьем классе. Представляете, в Казахстане он знал казахский язык. Карим даже успел на то время и пожить в ауле. Его отправляют. Что у казахов принято так. Если ребенок, если есть братья, сестры где-то в других регионах Казахстана, то почему-то младших детей туда отправляли со всех маленьких на лето. Или вообще на год могли отправить детей. И, собственно, Карим познал всю сладость и всю прелесть Казахстана, казахстанской жизни. И, получается, потом его уже в сознательном возрасте перевозят в Японию вместе с Софией. Но Софии тогда было всего три годика. Она вообще, как бы, можно сказать, не понимала, ничего особо даже не разговаривала. Конечно же, его просто бросили туда опять в среду, в японскую среду. Ему пришлось учить язык, потому что он его не знал. Он сразу пошел в школу и Софию отдали в детский сад. Дети не знали языка, но они его выучили очень быстро. Как бы, адаптация проходит у детей намного быстрее, чем у взрослых. Поэтому мой вам совет, если вы вдруг хотите все-таки переехать в другую страну, жить, если у вас маленькие дети, то поторопитесь и не откладывайте этот процесс, пока дети маленькие, им будет не так болезненно и травматично переезжать, нежели когда они уже будут взрослые, ну, после шести, после семи лет. Поэтому Кариму, можно сказать, больше всех досталось. Я, что касается меня, почему я не поехала? Я тогда была подростка тоже, и я всегда мечтала жить одна. Я хотела попробовать этой жизни самостоятельной. И я прям очень хотела остаться. Я маму с папой уговорила не ехать. Я их убедила в том, что у меня есть голова на плечах, что я справлюсь, что я хочу работать, я буду тут, в общем, развиваться. Оставляйте меня, не бойтесь, едьте. Я так думаю, что я захотела свободы, и я захотела сложностей. Я очень хотела работать тогда. Меня прям, знаете, так перло. Я хотела даже официанткой, мне было без разницы. Лишь бы меня куда-то взяли, и лишь бы я зарабатывала собственные деньги. Я так сильно хотела быть независимой. Наверное, многие бы на моем месте поступили бы иначе, уехали бы с родителями, сидели бы с ними дома, на шее у них долгое время, сколько бы пришлось. Потому что я не знаю, если бы я уехала, как бы моя жизнь сложилась. Она бы сложилась бы совсем, мне кажется, по-другому. Я бы жила бы в Японии, и неизвестно вообще, как оно было бы. Когда они уехали, я начала доделывать их дела до конца. То, что там в Казахстане осталось, остался дом, мне надо было его продать, а потом еще там был бизнес, который функционировал, я его доделала. В общем, дело было валом. Ну, а тем временем, пока я наслаждалась беззаботной жизнью в Алматы, мои родители, папа работал, мама помогала ему, мама помогала в основном детям тоже, как бы возила, привозила их. Это тоже, знаете, большая работа быть мамой. Да, это нужно детей накормить, одеть, причесать, отправить в школу, забрать со школы одного, второго, накормить, повезти на тренировки одну, вторую, потом забрать с тренировок, потом еще какие-нибудь тренировки, потом снова всех привезти, потом еще приготовить всем покушать и убраться в доме. Это была стопроцентная работа, и мама вообще выкладывалась на полную катушку. Она иногда говорила, мне некогда даже фильм посмотреть какой-то, я просто сваливаюсь с ног, потому что целый день вот такая вот колесница огромная. Все это время Карим занимался дзюдо профессионально, он первые места занимал по Таяме, по городу, и благодаря этому сейчас он поступил в спортивный университет в Канадзаве, около Таямы, и он там живет в общежитии в японском и вместе со остальными учениками. Иногда приезжает к родителям домой, а все остальное время он там учится, тренируется и проживает в Канадзаве. Еще он дополнительно подрабатывает где-то там в магазине. Это все распространено очень, кстати, в Америке тоже распространено, что дети идут и подрабатывают собственные, деньги зарабатывают, институт им, университет разрешает это все дело, и магазины с удовольствием принимают студентов на работу. Только что Карим уже там где-то подрабатывает, зарабатывает, не знаю, около 500 долларов, он сказал, в месяц он зарабатывает студент, будучи студентом. Вот, и София сейчас ходит тоже в школу, очень высокая, как я такая же высоченная, выше всех в классе. Мама смеется, говорит, что сейчас она даже выше тренеров по теннису, она на теннис ходит заниматься. Иногда ее на теннисе путают с учителем, потому что она выше всех. Выше детей и выше учителей, они же там все маленькие японцы. В общем, родители живут в новом доме, сейчас переехали в новый дом, у них в японском стиле, они мне часто снимают свой сад японский, крышу. Все очень красиво, это мотивирует меня приехать к ним в гости уже поскорее, может быть, это случится в следующем году, я прямо очень-очень хочу. Папа там построил тандырную печь себе, делает лепешки, шашлык в тандыре, самсу, все дела, так что ему там не скучно теперь, тоже развлекаются как мог. Сейчас у папы также функционирует его бизнес, он отправляет спецтехнику, машины из Японии, в основном в Россию сейчас, в Казахстан тоже контейнерами огромными, 20 футов, 40 футов. В общем, все это по морю идет очень быстро и классно, если кому-то что-то надо из Японии, то обращайтесь, у него собственная фирма. Вот, ну, в принципе, вот такая краткая история, почему я не уехала и почему мои родители там до сих пор живут, им очень нравится там жить. Прежде всего, как они мне раньше говорили и сейчас тоже продолжают говорить, что живут они там ради детей и приехали они ради детей, потому что там жизнь намного лучше, намного спокойней, качественней, образование хорошее, неплохое. Что касается меня, я люблю к ним приезжать только в гости, но я себя абсолютно не вижу в Японии, что я живу в Японии, потому что азиаты, они совсем другие, особенно молодежь, они совсем сейчас другие, да, мне прикольно иногда поехать, погулять по Токио, по большим городам, по старым городкам, но только не жить, я там себя вижу только как турист и все, не больше. Такая вот у нас семья кочевников, и я надеюсь, вам понравилась моя вот такая мини-история. Если да, то ставьте лайки, задавайте ваши вопросы, подписывайтесь на мой YouTube-канал. С вами была Женя Гейн. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok